Новости в эфире информационного канала «Севастополя» в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Сегодня утром в Севастополе провели генеральную репетицию парада кораблей и военно-спортивного праздника, посвященного Дню Флота России. Традиционно он отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году 26 числа. Главная она же и последняя тренировка началась в 9 часов утра. На Графской пристани парад принял командующий Черноморским флотом Александр Витко. Далее на катере в сопровождении других судов он обошел стоящие на рейде корабли. Военно-спортивный праздник открылся театрализованным представлением, посвященным истории создания Черноморского флота. Потом началась самая зрелищная часть праздника, а это 20 эпизодов, демонстрирующих силу флота. Сюда в том числе входят поиски уничтожения моряками и летчиками минных заграждений, самолетов и подводных лодок, операция по освобождению судов и спасению экипажей, а также высадка десанта. Особенностью праздника этого года стала демонстрация мощностей морской авиации. Задействованы истребители, штурмовики и ударные вертолеты. В связи с 95-летием морской авиации, одна из основных составляющих показа возможностей боевой техники, именно сосредоточена на морской авиации. Кроме того, после очень длительного перерыва ракета торпедным оружием выполнил стрельбу на сторожевой корабль «Латный». В 2005 году крайний раз выполняли такую стрельбу. В генеральной репетиции, а затем в параде, задействованы 20 кораблей и катеров, порядка 35 летательных аппаратов, 10 вспомогательных судов и 21 единица техники береговых войск. В этот раз в военно-спортивном празднике не принимают участие 9 кораблей и судов. В частности, гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль «Пытливый» закончили заход в экваториальную Гвинею и продолжают выполнять поставленные задачи в Атлантическом океане. Очень можно, только то, что 7 кораблей не хватает, 4 в Атлантике и 3 в Средиземном море, вот их самые такие крупненькие, посмотреть будет. С морской пехотой взаимодействие и особенно вот эти вот Ка-2, вот эти вот вертолетики. Нормально, впечатление очень сильное. Санкт-Петербург. Очень нравится. Не каждый год получается приехать, увидеть все это. Вот в этот раз нам повезло. Замечательные впечатления. Просто мощь, сила и красота. Гордость, гордость России. Организовано хорошо. Приходим сюда каждый год. Вот. Мы очень довольны, что так развиваются события. Погода отличная, народа много. И придем сюда обязательно еще, когда будет официальный праздник. Это же еще далеко не все его резервы. Мы еще не все знаем. Прошли на Морский флот. Убедительно. Можно спать спокойно. Испытываем гордость за наш флот, за нашу армию. Очень приятно. Конечно, на этом празднование Дня флота в Севастополе не закончится. Жители и гостей города ждет еще целый ряд мероприятий. В частности, возможность свободно посетить корабли и музей Черноморского флота. Праздничный гала-концерт на площади Нахимова, который начнется в 19.00. А завершится все в 22.00. Получасовым артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты. Прямую трансляцию парада кораблей и военно-спортивного праздника, посвященного Дню флота России, смотрите на информационном канале Севастополя. Начало эфира в воскресенье в 9 утра. В связи с празднованием Дня военно-морского флота и Дня крещения Руси, с 24 по 28 июля в Севастополе вводится особый режим движения транспорта, сообщает пресс-служба правительства города. 25 числа с 8.30 до 19 часов полностью перекроют движение по лабораторному шоссе. Здесь запланированы соревнования по горным гонкам. В воскресенье 26 июля на время проведения парада для курсирования всех судов перекроют Севастопольскую и Южную бухту. Рейд закроют в 7.30 утра, откроют в 12 часов дня. Кроме того, с 4 часов утра и до полуночи вводится ограничение движения и парковка автомобилей по центральному городскому кольцу. От площади Суворова по улице Ленина, проспекту Нахимова до площади Лазарева. А с 13 часов до 15.30, от Дмитрия Ульянова до улицы Древняя. Исключение составит только общественный транспорт. 28 июля с 7 часов утра и до 21 часа движение от площади 50-летия СССР по улице Ярошенко, Дмитрия Ульянова до перекрестка с проспектом Гагарина будет осуществляться в одностороннем режиме. Сегодня в училище имени Нахимова стартовал традиционный любительский теннисный турнир «Большая бескозырка», приуроченный ко дню Военно-морского флота. В десятый раз на грунтовых кортах собрались известные летчики-космонавты, военнослужащие Черноморского флота, политики и врачи. Уже на торжественной церемонии открытия соревнований каждому из участников вручили ценные подарки. О мастерах ракетки, которые известны своими достижениями вне корта, в репортаже наших журналистов. Участников и гостей юбилейного турнира «Большая бескозырка» приветствовали артисты. Перед зрителями они появились в образах Екатерины II и Григория Потемкина. Турнир, вами учрежденный, да будет процветать. И вы утверждаете, вы мирное соперничество и торжество духа и силы воли. Низкий поклон вам за труды ваши и за то, что благословенную эту землю питаете доблестью и отвагой. Организаторы турнира пригласили на торжественное открытие не только императрицу со свитой. Среди бессменных участников соревнований дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Александр Иванченков. С огромной радостью мы приехали сюда, на корты Севастополя. Почему? Потому что здесь нас ждут гостеприимных хозяев, спортсмены, теннисисты города Севастополя. Уже не первый раз мы встречаемся. И всегда эта теннисная борьба на этот аккорд проходит в абсолютно дружеской атмосфере. Участие в турнире – это уже своего рода победа, отметил губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Сейчас он возглавляет федерацию тенниса города и сам когда-то выступал на первых больших бескозырках. При всяких обстоятельствах, при противодействии, она сама по себе, эта традиция, выжила. Поэтому и надо, наверное, приумножать, совершенствовать. А это всё зависит от нас с вами. Я от души вас поздравляю с тем, что сегодня 10-й международный турнир. Любители, нелюбители, какая разница по большому счёту. Это не столько, наверное, спорт, сколько, наверное, общение, сколько, наверное, взаимопонимание, сколько, наверное, дружба. Председатель Оргкомитета турнира Константин Затулин вручил губернатору города серебряный значок «Большая бескозырка» и «Двуглавого орла». Вот этот герб, надеюсь, займёт достойное место в кабинете губернатора, который благодаря многочисленным российским делегациям уже превратился в филиал Севастопольского музея. А начальнику Нахимовского училища Александру Гринкевичу, как представителю принимающей стороны, вручили модель новейшей атомной подлодки серии «Борей». От имени полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева всех участников с открытием турнира поздравил главный федеральный инспектор аппарата «Полпреда» Андрей Шишкин. Открытие турнира ознаменовало поднятие государственного флага. Всего же на теннисных кортах Нахимки выступят около 60 человек. Это представители политической, военной и культурной элиты страны, моряки Черноморского флота. Игры будут проходить в мужском парном разряде, но к теннисистам присоединится и один женский дуэт, в состав которого вошла депутат законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач. Принцип образования пары с юмором отмечает главный инициатор создания турнира Константин Затулин. Двум теннисистам в сумме должно быть не менее 85 лет. По его словам, большая бескозырка – это больше, чем просто спортивное мероприятие. В течение многих лет это была демонстрация, демонстрация нашей верности, любви к Севастополю, Черноморскому флоту. Поэтому именно такой был, на самом деле, лозунг, девиз турнира за тем, чтобы дали от Крымской земли, о ней мы забыть не смогли. И мы о ней не забыли. Турнир «Большая бескозырка» он уже стал традицией в Севастополе. Я надеюсь, что при нашей жизни, а может и после, он никогда не умрет. Во всяком случае, все те, кто здесь участвуют, большинство участвует уже по много раз. Турнир «Большая бескозырка» будет проходить в течение двух дней на кортах Нахимовского училища и теннисного центра «Севастополь». После завершения игр постоянным участникам соревнований, которые выступали здесь не менее семи раз, будут вручены памятные подарки. К другим темам. Севастополь планируют сделать столицей патриотического воспитания. Сегодня город посетила делегация парламентариев из Санкт-Петербурга. Гости подписали соглашение о сотрудничестве с коллегами из муниципального округа Гагаринского района. Совместная работа двух сторон ведется уже на протяжении полугода. Однако сегодняшнее заключение договора позволит вывести отношения на более высокий уровень, уверены народные избранники. В планах разработка совместных патриотических программ, а также стажировка севастопольских депутатов в северной столице России. «На сегодняшний день и сегодня у нас появились законные права разрабатывать совместные программы, правильно сказал Алексей Юрьевич, по военно-патриотическому воспитанию. Потому что на сегодняшний день Севастополь является патриотическим кластером России, а Петербург является культурной столицей России. И мы вместе будем сотрудничать. Дальше будем развивать. Конечно, будем обмениваться и школьниками. Будем взаимодействовать с подростковыми организациями. Возможно, мы разработаем какой-то совместный конкурс. На сегодняшний день мы уже с Алексеем Юрьевичем начали разрабатывать программу, которую мы планируем на следующий год уже воплотить в жизнь. Она называется «Дорога на победу». После подписания этого соглашения мы имеем полную возможность начинать взаимодействовать в формате военно-патриотического воспитания, физкультурных воспитаний, оказывать помощь ветеранам, молодежи нашей. На этом у меня все. Эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами.